Салья, ну ты знаешь, есть гости, которых всегда приятно видеть, и такой один из них прямо сейчас у нас в студии. Ну, действительно приятно видеть гостей, но когда это главный внештатный специалист, нарколог Министерства здравоохранения. Особенно приятно. Ну я хочу сказать, что у нас в гостях сегодня Марина Филипповна Шаренко, главный внештатный специалист, нарколог Министерства здравоохранения Республики Крым. В гости она к нам приходит довольно часто, и каждый раз мы с большим удовольствием общаемся. Да, но потому что тема достаточно серьезная и сложная. И интересный собеседник. Марина Филипповна, доброе утро. Доброе утро. Ну скажите, пожалуйста, сегодня мы можем крымчане уже беспокоиться, бить какую-то тревогу о том, что ситуация с алкогольной или наркотической зависимостью меняется в худшую сторону? Ну, такую тревогу бить. Или паниковать не надо? Ну, паниковать никогда не надо, а обращать внимание на своих близких, которые начинают что-то употреблять, стоит. А что может служить звоночкам? Потому что что-то не так... Что может служить... Ну, на самом деле звоночков бывает достаточно много. То есть, ну, один из них, если это касается, скажем так, алкоголя, то, что человек начинает чаще его употреблять. Пусть такие же дозы, но чаще. Если это было, скажем так, раз в неделю до этого, это начинается через день, через два, через три. Бутылка пива, полбутылки водки и так далее. Если это касается наркотиков, то тут ситуация тоже, как бы, по поводу начала употребления, она тоже такая достаточно серьезная. В каком плане? То есть, любой человек, который начинает пробовать какие-то наркотические вещества, у него возникает, ну, как бы, потом необходимость чаще всего употреблять их еще и еще, и еще, и еще. В связи с этим может наступить такая ситуация, когда он, будем так говорить, станет больным, станет пациентом. Так вот, нужно это все, как бы, на первых этапах, на первых пробах прекращать. И в этом могут помочь и, как бы, обратить на это внимание самого человека, пока он еще не вошел в состояние болезни. Именно его близкие, его родные. Но, Марина Филипповна, мне хотелось бы еще узнать по поводу новых видов наркотиков. Дело в том, что сейчас появляются синтетические, да, так называемые. И пока люди еще не знают, что это такое. И поэтому не знают, на какие симптомы обращать внимание. А эти наркотики, я так понимаю, что они еще более губительные, чем... Они более губительны по той простой причине, что, во-первых, вовлекается чаще всего, ну такая, скажем, более-менее сознательная молодежь. То есть это, как правило, не совсем дети, как это принято считать. А это, как правило, молодые люди 18+. То есть чаще всего это 20, 22, 23, 25. Почему так? Немножко взросление, чуть-чуть отодвигается. Именно вот такое психологическое взросление. То есть я и не имею в виду физическое, именно психологическое взросление. Чуть позже встает на ноги. Чуть позже получает более самостоятельность. Ну, больше самостоятельности. И, соответственно, возраст употребления отодвигается. Да, действительно, сейчас именно синтетические наркотики, чем они, ну как бы, чем они опасны? Они опасны, в первую очередь, тем, что даже разовое употребление может губительно сказаться на состоянии здоровья. А сколько губительно? Смертельно опасно? То есть первая проба может быть смертельной. Почему? Потому что это синтетика. То есть каким образом она включится во все, будем так говорить, психические, физиологические процессы у конкретного человека, в какой дозе, никогда невозможно предугадать со стопроцентным исходом. Потому что, не скажу, что часто, но иногда бывает, что к нам попадают в состоянии острой интоксикации люди, которые до этого, ну, практически не употребляли их никогда. То есть первая разовая доза сразу приводит к попаданию в поле зрения медиков. Это бывает. Не скажу, что часто, но это бывает. И не всегда удается полностью скомпенсировать вот ту первую пробу, которая есть. Что значит скомпенсировать? Что значит скомпенсировать? Дело в том, что эти дизайнерские наркотики, они дезорганизуют полностью психические процессы. И есть люди, которые предрасположены к развитию тех или иных психических заболеваний. Все в силу очень большого количества факторов. Так вот эти наркотики в состоянии провоцировать развитие данной патологии. То есть если где-то что-то как-то скрытое есть, они могут очень быстро как бы вывести это на поверхность. Вы имеете в виду, скажем, наследственные психические заболевания, такие как шизофрения, которые, скажем, могут дремать? Ну, не то что да, скажем так. Есть у нас люди с определенным, ну будем так говорить, психотипом. Не обязательно в наследственности есть какие-то психические заболевания. Есть просто компенсированные психические отклонения, ну будем так говорить, семейные, с которыми люди живут достаточно долго. Что значит компенсировать? То есть человек адаптирован в социуме, он приспосабливается достаточно неплохо в семье. То есть семья знает, какие моменты, что нужно, ну как бы, какие провоцирующие факторы нужно убрать. А наркотики, они наоборот. То есть вот эти современные наркотики, которые, говорите, авторские, дизайнерские, они именно провоцируют всю, как бы, выводят наружу. И не всегда это возможно. Ну а представьте себе, если это молодой человек. Да, а вот мне интересно, соли, они относятся к этим синтетическим наркотикам? Потому что я помню, в какой-то момент у нас просто нахлынуло количество надписей, везде предложений, и даже приходили смс-ками по телефону. Вот даже мне приходили, с ними где-то формировали. Ну, соли, они по-прежнему остаются достаточно популярными. Единственное, что с надписями, как бы, ну будем так говорить, борются. Вот именно борются. Не, не начали с ними давно бороться. Просто, когда это, ну, скажем, десяток второй, это, как бы, набирает обороты. А когда уже люди вошли, те, которые занимаются закрашиванием и так далее, те люди, которые уже вошли в постоянный, ну, как бы, контроль определенных своих территорий, то, соответственно, закрашивание надписей, оно идет уже, как бы, автоматически. И в более быстрые сроки. К сожалению, время нашего разговора истекло, мы вас очень благодарим за рассказ, потому что это очень важно рассказывать, об этом говорить, и тем самым людей подвигать к правильному образу жизни и исключению всех этих ужасных факторов. А иногда спасать, если вовремя обратить внимание на своих близких. Да, именно так. Спасибо большое. Напомню, у нас сегодня в гостях Марина Шаренко, главный внештатный специалист-нарколог Министерства здравоохранения Республики Крым.